Я очень рада вас видеть здесь и рада, что здесь не только участники конкурса, но и зрители. Хочу сказать, что у нас это 13-й конкурс «Пандкритик». Нашим заученным участникам кстати тоже большой привет от организаторов конкурса. Вы рады вас видеть здесь тоже. 13-й «Пандкритик». Надеемся, счастливый. Первый раз он проводится в Райвале в рамках Петербургской фантастической ассамблеи. Раньше все 12 лет с начала своего основания наш «Пандкритик» работал в паре, в тандеме с «Интерпресконом». И участники «Интерпрескона» потом ехали на «Пандкритик» и участвовали в нашем заключительном мероприятии. Но постепенно, со временем, роль такого рабочего конвента перешла в Петербургской фантастической ассамблеи. А поскольку основной сюжет «Пандкритика» это разбор, это что-то вроде такого семинара творческого, то мы решили, что гораздо интереснее будет, продуктивнее, полезнее совместить с «Пандкритик» с «Пандкритик» с «Пандкритик» приняло участие несколько меньше текстов, чем обычно. Вернее, ничем обычно, чем в прошлом. У нас было получено 39 текстов. Как всегда у нас кроме Петербурга и Москвы участвовали регионы. И в этом году это были Уфа, Омск, Феодосия. Сразу понятно, кто участник, у нас только один участник из Феодосии. Участвовали критики из Украины, это Киев и Днепропетровск, что приятно. Каким-то странным образом в этом году отпала Белоруссия, хотя обычно из Белоруссии довольно много было участников. Но есть Вологда, есть Воронеж и, может быть, еще несколько городов, которые я забыла упомянуть. Надеюсь, авторы не будут на меня в обиде. Очень малое количество статей пришло на конкурс. Из 39 текстов только 7 это были статьи. И на самом деле, я думаю, что Андрей будет еще выскажется по этому поводу. Это очень неплохо сказалось на их уровне. То есть, количество меньше, качество лучше намного. И, в общем, жюри это не может не радовать. Потому что, чем меньше плохих текстов ты читаешь, тем лучше ты думаешь вообще состояние критики фантастической в нашей стране. Ну, чем больше того, что ты так читаешь, тем другие. Тем другие, да. Ну, в общем, всяко лучше получать меньше хороших текстов, чем больше текстов не очень качественных. Безусловно. И я хочу представить сегодня наши жюри, которые не в полном составе пока присутствуют, но через некоторое время увеличить состав. Сначала представлю заочных членов жюри. Это журналист-литератор Роман Арбитман. Он наш постоянный член жюри. Играет роль злого критика. Второй заочный член жюри. Это Андрей Чербовжуков. Журналист, писатель и редактор. Замоком редактор газеты. С Либрисом Грея. С Либрисом Грея. Спасибо, Василий. Он у нас играет традиционную роль доброго критика. И в этом году они к ней не нашли. Я уже поскольку прочитала их комментарии. Спойлеры, спойлеры. Которые будут сегодня зачитывать, да. Я уже могу сказать, что так оно и есть. И, кстати, Андрей Чербовжуков, комментируя рецензии статьи, он сразу же указал, какие тексты он сможет опубликовать в независимой газете. Это прекрасно. Приложение в независимой газете. Далее присутствует здесь Василий Владимирский, давнейший жюри тоже и один из основателей этой премии. Конт-критик. Я думаю, представляете, он не надо всем известен. Хорошо. Отсутствует пока временно Дмитрий Вересов, писатель, журналист-переводчик, тоже давний друг нашей премии, который, внимательно, считает все тексты. Но он сейчас, да, вместе с Жоржем Мартиным, ему можно упростить, но он обещался потом ради нас бросить даже Мартира. В общем, что, конечно... Вместе с Мартином. Может быть, вместе с Мартином пусть партия прошла. И, наконец, я представляю нашего председателя жюри Андрея Дмитриевича Балабуху, который своим авторитетом осеняет нашу премию и всегда, и всегда говорит беское, и очень важное слово, которое позволяет нам верно оценить тексты. И сегодня Андрей Дмитриевич... Почти не крыло. Да. Андрей Дмитриевич, сегодня, просто знаете, почему я так к этому подхожу? Вам придется впервые воспользоваться правом единоличного выбора текста. Это впервые за 13-летнюю историю нашей премии. Круто. Да. Вот так вот будет интересно на сегодня. Но и трибу я пока держу, поэтому я не признаюсь, что Андрей Дмитриевич не знает, почему еще так. Он впервые сейчас услышал этот вопрос. Итак, я предлагаю начать ваш сегодняшний разбор с разбора статей. Их меньше, их пять, и они, наверное, может быть, потребуют немножко больше комментария. Поэтому мы будем работать так. Сначала я предоставлю слово Андрею Владимировичу для общей тренировки. Это кому? Это мама. Андрей Дмитриевич, я посмотрела на базе Владимировска. Я вас сомбинировала вместе. Стало очень интересно, потому что я вообще на следующее. Да, но ты Владимирович. Ну ты Владимирович. Я тебе все. Все. Ладно. Я понял. Мы с тобой однажды поработаем под коллективным чудоевым Андреем Владимировичем. Прекрасно. Прекрасно. Так все получится. Андрей Дмитриевич, я вам предоставлю вначале слово для общей характеристики текстов, которые вы читали, потому что мы прочитали все статьи. Потом мы попросим высказываться уже. Я буду называть статьи и количество баллов, которые они набрали. Мы попросим высказаться Василия. Я зачитаю реплики Дмитрия Вересова, Романа Армитмана и Андреевича Бакожукова. И вам оставлю заключительное слово по каждому тексте. Хорошо? Так, я думаю, будет заключаться. Если общее, то, должен сказать, извините, это относится в равной степени к стадиям от рецензии, поэтому это можно считать в общем родном слове, что я вижу два процесса. Первый, очень симпатичный, что средний уровень всех работодателей, ну не всех, подавляющего точность работодателей вышел. И этого, на мой взгляд, не подлежащий абсолютно. Второе, в выше среднего уровня работащих, и вот это очень просто. Не знаю, почему так происходит. Вот когда я здесь же, на ассамблее, где-то там в частном общении или в сети, не знаю, где, общаюсь на ассамблее, отдельно, видите-ка, они мне высказывают интересную музыку, они говорят живым языком, и я тихо-тихо умею, и думаю, вот он напишет, где это, я не знаю. Вот это мне не поменят. Ну, а средний уровень, подчеркиваю, стал выше, и это действительно радует. Ну, очевидно, нам придется ползти к светлому будущему мелкими-мелкими черепающими шишками. Ну, наверное, так, может быть, со временем, с ним нужно подниматься друг с другом. Хоть мы его знаем. Дай Бог мне до этого дожить, и так же надеюсь, что, скажем, фант-критику 3000-го года, все работы получены. Хорошо, спасибо большое. Будем надеяться, что и мы до 3000-го года отнесли. Итак, первая рецензия, которую попрошу высказать членам жюри. Статья. Статья. Что-то я сегодня путаю, спасибо, что вы меня поправляете. Это статья под названием «Люди на разные скорости». Василий, пожалуйста. Люди на разные скорости. Да, во-первых, я хочу сказать вслед с Андреем Дмитриевичем по общему роду статьи, но я все-таки надеюсь, что они будут обсуждаться после рецензии. Я просто сравниваю эти номинации. Естественно, статьи производят гораздо более, уже отобранные статьи, они производят гораздо более, естественно, приятное впечатление, более состоятельных, состоявшихся работ. В общем, слава Богу, что у нас есть люди, которые есть рецензенты, есть авторы, которые способны работать с контекстом, способны как-то рефлексировать общелитературный процесс. Очень жалко, что они не обращаются к отдельным книгам, а предпочитают писать о тенденциях и явлениях о трендах, да? Ну, почему жалко? Для статьи без действий, наверное, вообще. Жалко, что таких людей, с прецензентов, таких авторов, с такими задачами, у прецензентов меньше существенно. Да. Вот. Я бы, честно говоря, рекомендовал авторам лицензии учиться у авторов статьи. В данном случае есть что подчеркнуто. Вот. И авторам статьи, безусловно, спасибо. Прецензенты, смотрите, учитесь. Ну, они сами, как всегда, я понимаю. Да. И, собственно, люди на разной скорости. При обсуждении этой и не только этой статьи, статье стоит говорить, наверное, не столько о каких-то стилистических косяках, ошибках, как я о рецензии говорю, а стоит говорить, конечно, прежде всего, о композиции. Ну, и текст, в общем-то, с идеей, с мыслью. Но, вот, например, непонятно, почему после Русова и Легуин мы приходим к какому-то разу Дэд Джонсу. Я знаю, как бы, Рассу Дэд Джонс, я знаю этого автора, я понимаю, почему приходит, потому что догадался, кто писал эту статью, и почему она стала статьей, я не рецензии. Я не даже догадался. Ну, естественно. Вот. Я знаю всех этих людей, но для нормального человека, который не в сети, который не общается с Рассу, не общается с Асией Михеевой, наверное, стоило бы каким-то образом обосновать. А зачем раскрывать авторство? А я проигрался? Может, это не оно? Может, это не ты один догадался? Вот. Но стоило бы хотя бы обосновать, почему в одном ряду Сурсо и Легуин рассматриваем творство Рассела Дэд Джонсона. Рассела Дэд Джонсон, ну, простяк меня, Аси Михеева и, собственно, мы рассматриваем автор, автописатель, который мне запомнился замечательной фразой о том, что единственное достопримечательство на лице таможника были усы. Это автор с очень неаккуратным словом употреблением неточным. Почему она вдруг оказалась, этот автор почему оказался в нойду Сурсо? Непонятно, никак. Непонятно. А вот. А слишком много вот того самого, о чем мы говорили. О чем мы говорили, слишком много. Это, честно говоря, не обоснованных, непонятных читателей, далекому от сетевых обсуждений, от сетевых всяких дискуссий. И слишком много тем поднято. И они, конечно, очень сундурно, поспешно в проброс раскрыли. Можно было сделать это гораздо интереснее, если бы, действительно, автор ставить перед собой цель и писать статью Ани Лицензию, когда расползлась до объема, как я понимаю, статьи. Извините, пожалуйста, Васенька. Все, я не запомнился. Осадка 6 баллов. Извините. Интересно. Но я хочу сказать просто комментарий. Кто там какой-то, Дима, выскажется. Вася, никакой, к чертовой матери, это выросшая лицензия. Фактически, в 1-2 с половиной странице, это та же самая лицензия. Там есть лицензии такого же объема. Она не использовала объем статьи. Не использовала объем статьи. Совершенно верно. Это что? Это у нас... А, номер один. Да, это номер один. Люди на разной скорости. Ага. Я очень рада представить Вам Дмитрия Вельсова, которого я заочно уже представляла. И рада, что Дима может сам сейчас рассказать об этой статье. Ага. И сказать, какой балл ей поставить. Значит, друзья мои, я заранее, так сказать, прошу извинения за опоздание. Дело в том, что нужно было позарять своего бизнеса, выполнить просьбу одного очень хорошего человека получить автобус. Другого очень хорошего человека. Другого очень хорошего человека. Отвини. Значит, это первое. Второе, значит, мое общее впечатление в этот раз, работа все очень ровная, за отдельными небольшими исключениями. И вот как раз обсуждаемая статья является таким исключением. О, потому что статья, она, наверное, очень умная, но смысл ее отменял с восьмой полностью. Значит, я как-то по-другому понимаю, что такое социальная фантастика. Это, я сказать, проблематика, которая в этой книге затронута. Вот при всем моем очень уважительном отношении к Расселу Джонсу и, в частности, к его и ее работе. Значит, это, в общем, то, что как бы в этот критерий вписывается постольку-поскольку. Это очень узкая, я сказать, трактовка социальной фантастики. Вот кроме того, значит, вот затронутая статья соотношение быстрых и медленных цивилизаций, вот в реальном современном мире, оно столько более сложно и драматично, чем тут, что показано здесь, что вот на этой зоне разделывали, да, стоят там, и что-то разделывали, там, 4 века, значит, туда-сюда. Вот это как бы медленно, да, а вот как бы быстро, это то, что у нас там каждое полвека случаются там провалы революции. Но это, это совсем не то, что лежит в основе концепции быстрых и медленных цивилизаций. Поэтому я, в целом, так сказать, я дал довольно высокую оценку всем работам, там, в пределах от 8 до 11, а этой работе я поставил на этом фоне, то есть, как бы у более строгого, вот, заставительного критика это, наверное, равно 2. Вот. Спасибо. Вы знаете, Микель, самый у нас строгий критик, самый строгий критик нашего фан-критика поставил несколько больше, чем вы. Роман Робетман поставил этой статье 7 баллов. Видимо, накинул он за интересную тематику. То есть, статья интересная по тематике, цитирую Армитмана, любопытная по материалу и охватительная по стилистике. Ее попросту трудно читать из-за раздражающего сочетания занудной околонаучной терминологии и мусорного сленга. Системные процессы коммуникации и может взимовать в тенечке. Для русскоязычного дискурса и фантастика тупо не поспевает. Вопрос эфеменности и маскулинности, если ты шаришь в тени. Проблема языков как фреймов мышления и непопсовые забросы. Поставил бы оценку повыше, но нелепая форма от него от содержания как минимум 3 балла. То есть, по мнению Робетмана, оттянул это в принципе рецензия основе. Смешение дискурса. Смешение дискурса. И зачитываю отзыв Андрея Чербакожукова. Автор задался, наверное правильно сказать, серьезным интересным вопросом, но с задачей не справился. Текст получился сумбурный, невнятный, довольно путанный. В данном случае они абсолютно отказались родным своей оценки. И Андрей Чербакожуков поставил 6 баллов. Несколько меньше, чем Робетмана. Андрей Георгиевич, пожалуйста. Один, 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 один секунду. Вам найти сам текст? Нет, нет, нет. Сам текст у меня есть. Это просто да, я попросил, потому что я написал. Мне очень понравилась одна статья. Я очень кратко написал, потому что все держал в голове. Потом был роман на семинаре. И я совершенно забыл. Поэтому мне нужно немножко освежить память одну из работ. Так, ну, что я могу сказать? Противно мне с Робетманом соглашаться. Противно. Ну, вынужденно. Но, что касается стилистики, он абсолютно. Мне приятно соглашаться с Динной, но я считаю, что он абсолютно не прав. И эта статья на мой взгляд ничем не поделивается. И я вынужден согласиться с Владимирским в его очень точном анализе. Все дело в том, что автор не использовал ни допущенного даже на этом конкурсе объема статьи, где он мог бы свои отдельные тезисы увязать и сложить из них цельную концепцию. Это не статья и не литензия. Это тезисы к докладу. Которые вот самому автору так вот понятно. А, а теперь вот я их поговорю, поговорю. А, вот следующий. И поехали. А на самом деле здесь связный текст не воспринимается. И, кроме того, причем тема действительно очень сложная. Ну, во-первых, нужно лучше разбираться в цивилизационном процессе. Для этого нужно больше разбираться в истории социологии, судя по всему. А автор так понахватался. Ну, всего-то не даст, наверное, ситуация. Значально нужная докторская, чтобы об этом умно писать. А может быть и не докторская, а может быть нужно быть просто дилетантом. Дело не в степени. Дело в том, что… Или хорошо, могу поверить, повернуть иначе. Значит, автор, багаж своих знаний решил примирить на другое, более ценное излучение. И, кроме того, построить вот такую статью, в основном опинируя всего двумя авторами, ну, это фактически абсолютно не сильно. Ну, поэтому я поставил, судя по всему, мы все примерно сошлись, кроме Димы. Я поставил шесть баллов. И это, по-моему, максимум возможно. Это действительно вот такой вот… Знаете, в Писании по этому поводу сказано, вы бы ты холоден или горячий, но терпел ты и сильный. И из бревения тебя есть у своих. А вот это не горячо и не холодно, простите. Вот извините, сегодня я твой баллов. Да, я надеюсь, нас услышит автор этой рецензии. Василий Владимирский правильно угадал в этот раз автора. Я, кстати, хочу еще раз напомнить для тех, кто, может быть, первый раз слушает этот разбор, что все рецензии подаются на конкурсы, публикуются анонимно. И члены жюри получают эти тексты под номерами. Конечно, что-то можно угадать, что-то можно предположить. Я знаю, если бы вы сказали по поводу авторства некоторых рецензий статей и очень сильно ошибся. Но вот здесь действительно угадал. Автор этой статьи Ася Михеева, Москва. И в целом статья набрала 30 баллов по сумме. Ася получит диплом. Утешительный диплом. Утешительный диплом за статью, вошедшую в короткий список нашего конкурса. И следующая статья, которая набрала существенно больше баллов, это статья номер 30 «Журавленок и волне. Непридуманные проблемы детской фантастики». Я думаю, что мы в том же порядке и продолжим. Василий, Дмитрий. Затем, я зачитала. А, вы попала, нет номера у меня порядка. Нет, я попала. А я попала, я знаю. Конечно, вы не знаете. С кого начнете? Начнем с меня. Ну, смотрите, мне гораздо проще найти, так что вы начинаете с меня. Это, конечно, остроумно написанная статья. Как это? Остроумно. Статья на актуальную тему. Это статья, собственно говоря, о вот этом всем запретном детской литературе. Хиле, сексуальная тема, перверсия и так далее. Ну, и как отношение, а как относиться к нему? Не к таким запретным темам. Общество, читатель и так далее. Вот. Да, действительно, эта тема наполевшая. Эта тема такая, порождающая флейм, порождающая споры. Но это, скорее, все-таки качественный, безусловно, лонг ринг. Какого-нибудь общекультурного издания типа Культа Ру. Вот. Чем... Ты не отвлекайся. Не бойся. А вот. Это, скорее, такой лонг ринг, журналистский, чем, собственно говоря, литературно-критическая статья. Номинация у нас называется «Литературно-критическая статья». Один из моих фаворитов, но все-таки это не сообщит десяточку, а сам как есть. И из 12 разных. Спасибо. Вмите, пожалуйста. Да, я вот тут склонен согласиться с Василием и не согласиться, потому что мне представляется, что по тематике, по развороту темы, это, в общем, действительно, вот лонг ринг для всех этих кольцев, да? А по характеру изложения и по, так сказать, пафосову, это, скорее, вообще статья какой-нибудь газеты. На самом деле. Блицистическая. Блицистическая. Блицистическая, да. Значит, это острый, так сказать, весьма острый полимический текст, но у меня такое ощущение, что вот в том, так сказать, вот в той упаковке, в которой он будет, ну, так сказать, вообще в ее прямой цели. Потому что текст направленный, как бы, адресованный не только профессиональному сообществу, да, то есть, ну, грубо говоря, квалифицированным читателем, тем более квалифицированным писателем, да, значит, о котором и так, в общем, все понятно, да, и, так сказать, их в чем-то убеждать по этому тексту совершенно смысла нет. Значит, скорее, это, так сказать, тексты порисовывают публики, которые вообще ничего не читают такого, ну, вообще, так сказать, вряд ли, что это уже без права предупреждения не читают, значит, чиновники, которые, так сказать, эти запреты принимают, запреты и ограничения. Значит, это вот очень важная проблема. Парамизировать, так сказать, что в чем-то убеждать этих людей совершенно нет смысла, по той простой причине, что вот эти запреты и ограничения, как правило, они не являются выражением мнения. А вот, что это, так сказать, есть некая профессиональная функция, некий способ, так сказать, вот, такой вот иерархической реакции на, так сказать, определенное явление жизненное, да? То есть, как бы, вы смотрите, что здесь, значит, здесь вот есть проблема какая-то, такая-то, что вот там молодежь и молодежь и подростки, так, значит, вот они, значит, подвергнуты убеденному предприятию того, сего, пятого, десятого, вот, и отсюда, значит, вот, так сказать, значит, надо принимать какие-то меры. Вот те меры в виде запретов и ограничений, они в чем хороши, с точки зрения, чиновники? Что они не требуют никакого ума, никаких сил, никаких обдуманных, да? Никакой квалификации не требуют, но зато прекрасно смотрятся в отчетах по начальству. Да? Вот, и поэтому, как бы, так сказать, да, и позволяют, естественно, так сказать, сидеть на своих тепленьких местечках, так сказать, с оплатами, с привилегиями. Вот, я не исключаю, что, так сказать, там, деньги этих же самых чиновников, там, так сказать, смотрят, и считают даже, так сказать, то, что не только, так сказать, под эти запреты подпадают, но не то, что, так сказать, далеко за рамками этого всего находится. Вот это, так сказать, ляпь. И, соответственно, так сказать, у нас должна быть нормальная на это реакция. Нормальная профессиональная реакция заключается в том, что, ну да, ну ляпните на обложку 18+, так сказать, книга для семейного чтения 18+. Ну пусть лежит это, висит это где-то сбоку, понимаете, не один нормальный родитель, как бы, не один, тем более, нормальный юридичитатель, она это вообще понимает, что не тратит и граба везает. А доступ к этой, так, такого рода, так сказать, информации, темам там и так далее, он получит без всяких наших книг, так сказать, разными другими способами. Вот, так что я оценил, так сказать, я оценил, так сказать, я оценил «Задор» и «Папа» в 1301, но поскольку она, в общем, я считаю, не на нашу тему, я ей поставил 9 баллов, чтобы у меня балл очень стыдно. Ну, спасибо. Реплика Романа Армитмана. Я согласен с автором, пишет Ромикман, почти на 100%. Большинство нынешних ограничений, в рамках которых вынуждены сегодня существовать издатели и кинопрокатчики, абсолютно контрпродуктивны, откровенно лицемерны и никакой критики не выдерживают. Книги, которые мы называем классикой детской литературы, в эти стандарты не вписываются и не запрещены в нынешней России. Гекфин, Карлсон или Пеппи Длинный Чулок не запрещены лишь потому, что акция приведет к громкому скандалу. И что тут нового? Исправить эти перекосы невозможно при нынешнем состоянии российского общества. У меня такое чувство, что я повторяю сейчас Диму Ленисова только другими словами. Мы все это знаем, и вы это знаете, и автор статьи это знает, но прямо доказывает аксиому, используя приемы не критики, но публицистики. Хотя за благие намерения я, конечно, добавляю пару баллов этому хорошему человеку и старательно делаю вид, что в статье вовсе не упомянута «Островитянка». По условиям конкурса имя автора скрыто, но я точно знаю, кто ее написал. Знакомый всех капитан очевидность. Салют, капитан! И реплика Андреевича Рабакожукова. Это не литература ведения, не критика, а публицистика. Все, что автор говорит, и общие места. Ничего нового, неожиданного. Да, ситуации с детской фантастикой в России хуже не бывает, но автор так и не отвечает на вопрос, почему. Андрей Рабакожуков поставил этой лицензии 5 баллов, что для него вообще не характерно. Стать на самом книге. И Роман Арбитман поставил 9 баллов этой статье. Андрей Рабакож, пожалуйста. Ну, в общем, после этого мало, что остается сказать, пожалуй, только две вещи. Первое. Не знаю, это три. Первое. Конечно, я понимаю, что у нас конкурс «Фанкритик» и речь идет о фантастике, но все, что здесь говорится, вообще, абсолютно независимо от того, фантастика или нет, это проблема детской литературы в церкви. Выделять здесь и выше это проблема именно юношеской фантастики, на каком основании, нет проблем. Непонятно. Дальше. Второе, думаю, можно перезискать. Ну, вы видите, все это заострено на этой проблеме, это самая «Нацит плюс». Про это все рассказывается, знаю, не собираюсь. Но должен сказать, что, милые мои коллеги, «Какое счастье, что вы живете в России и что я живу в России». У нас еще пока можно прочитать их. На его родине негритин Джим превратился уже в юного и глубоко талантового афроамериканца. Причем, конечно же, свободных не говорах. Из Тома Сойера глава курений вырезана. Так же, как вырезана труп из портретов Марка Твена о сигаре Черчилля. Там это все вырезается, и книги кастрируются нещадно. У нас хотя бы этого пока нет. Наши бюрократы пока еще не посигнули на то, чтобы вырезать библиотеку в странице. Это не так? Ну, все уже есть. В смысле, уже вырезали? Потом. В библиотеках вырезали? В старых изданиях? Потом. Ну, договорились. Ну, хорошо, значит, я согласен. Я не полностью информирован, в отличие от Васи, но все равно, я бы сказал, у нас ситуация тем не менее благополучная. Хотя ситуация абсолютно не такая. Ну, и, наконец, последнее. Я думаю, что я не могу считать эту статью ни специфичной для антитика, ни вообще всерьез литературно-клинической. Это действительно публицистическая статья, но для публицистики она творилась слишком затянута, или должна быть публицистическая книжка о детской литературе. Вот тогда это могло бы сравниваться вообще в детской литературе в целом. Уже не с пятью, шестью, семью примерами, а с десятками и сотнями. Вот тогда это может быть как-то свободовало. А здесь нет по этому, я поставил 7 баллов, и то за благой порыв, и за то, что вот единственное, вот один плюс есть. Может, я ошибаюсь, конечно, не знаю, это мое субъективное ощущение. Но мне почудилось все-таки за вот этим текстом, что это некий, ну, крик душик, если хотите. И вот за это я накинул баллы. Искренность. Искренность, да. Все режимы, так как оказалось, имеют право. Так что не пепли морды поршать. Говори, у нас были, когда-то еще не было. Ну, вот именно за это я добавил, по крайней мере, и один балл и поставил 7. Все. А вы знаете, что я хочу сказать? У нас никогда не было такой возможности предоставить иногда слово тем, кто собрал этот зад. А почему здесь, когда мало народу? Да. И я думаю, а почему бы и нет? Если у Сергея есть что сказать по поводу этой статьи, мы с удовольствием послушаем. Ну, нет, на самом деле, все правильно сказано. Мне показалось, что она еще не сбалансирована. То есть, там, легко и кавалерийское начало. Ну, конечно, сбалансировано, абсолютно. Ты говоришь же об этом, скажешь. Ну, даже послушаем. Ну, вот так вот. Конечно. Да. Даже осторожно до какого-то момента. А потом становится так скучно, что он не может. Ну, вот единодушно, в принципе, мнение жюри. И, в целом, эта статья получила 40 баллов на 5 больше, чем предыдущая, заняла четвертое место. А автором статьи является неоднократный победитель нашего конкурса в прошлом, Ника Батхин. Вот не узнали. Да, да. Не узнали. Вот есть Ника. И свой диплом она получит за статью «Заморудок и молния», вошедшую в короткий список и отмеченную в жюри за остроту, приличность и усынность. И за то, что сумаскировалось. Да. Следующая статья по количеству набранных баллов – это статья номер 8 «Красная утопия. Проблемы начала следующего витка». Я попрошу Василия начать с этой статьи. Ну, я честно скажу, что я поставил этой статье один из самых высоких баллов. Точнее, наверное, с этого поставил 11 баллов. Мне очень что понравилось? Прежде всего, то, что автор поднимает, ну, как поднимает тему, не поднимает темы, находит неожиданный подход в банальной теме. В общем-то, тема вот этой самой «Красной утопии», она усилуется уже много-много лет, усилуется в стим, усилуется в разных статьях и в обзорных, и в каких-то аналитических. Много верных наблюдений, которые кажутся очевидными, но прошли, ну, что-то моя проблема восприятия, но они прошли мимо меня, насколько глаз замылись. Например, очевидная параллель между попаданцами и прогрессами. Сравнение борьбы за авторское право с борьбой правитариата и в Украине за прав, за средства производства. И так далее, и так далее, и так далее. Там таких вот мелких, но интересных находок или наблюдений очень много. Автор вводит в обеход новые идеи, новые смыслы. Это, наверное, вообще одна из главных задач, на самом деле, для архитектурной критики. Минимум банальности штампов истористических и тематических, идейных, так сказать, да, концептуальных. В общем, очень толковая статья, при том, что материал, который взятый на него, как говорится, о красной утопе, о революшизме, это, в общем, материал далеко не первосортный, не второсортный, не даже не третьесортный. Но по-разному. Практически, ну да, там есть какие-то отдельные, ну понятно, произведения, которые, мне кажется, чуть-чуть выше, в общем, в среднем по больнице. Но в основном, конечно, это очень слабые художественные, эстетически слабые тексты. При этом автор совершенно не автор статьи, он совершенно не без произведения вот к этому самому относится, к этому материалу. он действительно анализирует серьезный пункт, серьезный пункт. Он очень хороший. Одиннадцать баллов. Для нас, скажем. Вот, и я тоже достаточно высоко оценил эту статью, хотя я с ней не с собой оценил. Значит. Ну, мне понравилось, что Татана сделала, мне понравилась вот аналитическая часть этой статьи, а вот, опять же, мне понравилось, что немножко, как бы, вот такую, ну, онтологическую суть вот этой проблемы, я немножко не понял. Значит, дело в том, что он, так сказать, в результате вот, как бы, вот, 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 критического аналога, так сказать, целого вот направления, что он, значит, как бы, меняет, так сказать, вину, ну, не вину, даже упрек, делая, что никто, так сказать, не дает в рабочую депутацию, так сказать, в будущем, да, в своих работах, тем более, так сказать, какую достаточно устойчивую, ну, способность, так сказать, чуть не способного будущего. А, ну, на самом деле, вот, так сказать, в этом развороте это вообще делать и было безнадежно, такого дать нельзя. Ну, а вот, в истории вообще таких примеров, мы знаем, да, так сказать, когда реализовывали утопия, оказались действенные жизни по сути, да, а во-вторых, то есть, так сказать, дело, что катастрофе привела этого всегда, а устойчивости нет. А тем паче, как бы, ведь, смотрите, здесь, действительно, как бы, реваншизм, реваншизм, но дело в том, что любая, так сказать, Утопия основана на другом виде солидаризма, она в принципе в корне противоречит базовым ценностным установкам современного мира. Мир построен на основе диаметральных противоположных. Поэтому здесь как бы придумывать по этому инструкцию никак. Другое дело, что есть разные способы, я уже отвлеку свой отзыв, чуть-чуть позволяю. А значит, что в принципе, как нужно выстраивать некий такого желаемого будущего, и как он выстраивается в этой работе. Что есть самый примитивный, он простой, он драматичный, но самый сущностный, достаточно тупой способ, это значит делать некие фанатские выдумки. Что типа, так сказать, мы там скрутили в голову, так сказать, гидро-непериализмом одного из всего. В общем, так сказать, хороший человек, он, значит, согласно, так сказать, Евгению Ивановичу, ну, там, гонотометов, лёгкие руководства, да, видать, как рёдов и семейцев. И вот такого рода, как это, большинство, это попадание чисто литературы, так сказать, более широких, так сказать, обращенных будущих вещей. Для меня представляется это, в общем, способ, так сказать, ну, я не знаю, мне, так сказать, как читатели, какие вещи вам, да, и сказки. Какие-то хорошо, да. Вот, есть, ну, так сказать, способ с попыткой опоры на какую-то науку, да, вот так сказать, что, да, здесь, значит, вот, в частности, среди рецензий, здесь, значит, упоминается, этот самый, диган, да, науку, что-то в эту сторону. То есть, на основе, так сказать, какой-то стоматологической вещь, это может быть интересным, может быть не очень, может быть убедительно, может быть не очень, но, во всяком случае, читать это интересно. Вот, и лично для меня, вот, как бы, читатели, и вообще, так сказать, у меня есть в последнее время такая склонность, значит, а высшим методом подхода к утопии является метод торнования. Вот, когда во все это можно, так сказать, поиграть, массу, так сказать, всего куда-нибудь подтянуть, это, так сказать, это здорово, это весело, это раскручивает мысль, это, так сказать, туда можно очень много и продуктивно, с точки зрения, как бы, вот, 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 Что-то вот такое. Такие книги есть, они мне, так сказать, нравятся, но здесь они не упомянуты. Вот, в целом, значит, так я, как бы, опять еще раз повторю, что оно интересно. Вот, состоятельность, да, мой вывод, что состоятельность гитопии в целом, да, следует оценивать, в общем, не по ее, так сказать, работоспособности образа будущего, а скорее по ее психотерапевтическому. Вот, и про это тоже, так сказать, автор, в общем, мало ничего сказал, поэтому как бы не 12 баллов, а 10. Извините, мне много осталось. В других рецензиях будут очень много. Англичан Бакжуков, кстати, солидарен в оценке с Василием Дмитрием, он поставил 11 баллов к этой статье и прокомментировал вот так. Это интересное исследование. Одно обидно, не литературоведение, это а социология, культурология. Хотя, с другой стороны, фантастика ведения такая странная отрасль аналитики, где литература ведения неотделима от социологии, пожалуй. Как мелкий недочет, хочется упомянуть указания инициалов, а не полных имен авторов. Ну, с Ефремовым и Стругацким понятно, а М. Харитонов, это Михаила, я-то знаю, а кто-то может подумать Марк, а может быть какой-нибудь еще Мохусаил. А Жарковскому даже инициалу не досталось. Хочется полных имен для ясности. Или тогда нужно давать библиографию упомянутых произведений. Я так понимаю, это почему статья не получила от Андреевича Бакожукова 12 баллов, а только 11 за счет вот этих недочетов. Роман Арбитман поставил меньше, он поставил всего 6 баллов к этой статье. И комментарий такой, пытаясь модернизировать утопию в России, автор зачем-то предлагает присмотреться к советскому социалистическому проекту. Нельзя ли, мол, нарастить на гнилые кости немножко здоровой плоти? Анализируется множество неудачных попыток, от известных до маргинальных. И каждому проектировщику автор объясняет, как надо. Много ответов на периферийный вопрос «как?» И крайне мало ответов на главный вопрос «зачем?». Автор пишет, людям придется регулярно возвращаться к идеям равенства и коллективизма, если они хотят повернуть вперед колесо истории. Однако, по сути, речь идет о попытках повлиять на вид процесса, раскрутив упомянутое колесо в обратном направлении. Прямо по Оруэлу. Война – это мир, незнание – это силы, вперед – это назад. Те же грабли, только в профил. Тьфу, на тебя большой брат. Шесть баллов, если я вас повторяю. Андрей Викторович, тут вы солидарные, я так понимаю, с Абхутмана. Слушай, как вы подкачете, с Абхутмана. Да. Ну, виноват. Но все равно прав. Ну, понимаете, в чем все дело? Статья, в общем и целом, сделана. Несколько вводят вопрос о оценке. Ну, конечно, когда человек употребляет, порогоняет табель о рангах, и не понимает, что табель о рангах была реванского рода, что нужно взять не табель о рангах, а табель его рангах, ну, ладно, что делать, я понимаю, нельзя требовать любого идеала. Когда тут же пишется, подобно Жюверну через дефис, ну, извините, это нормальное имя, а не двойное, по-другому. Ну, простите меня, но я понимаю, как-то оно так привычнее. Я чуть-чуть тут вставлю, дело в том, что для русского читателя Жюверну это уже мем. Нет, Жюверна отдельная, верно, отдельная не существует. Когда вы видите Жюверну, это мем. Да, это конец. Конечно, правильно так так называют. А, извините меня, ме, он и превращается в ме. Ну, а дальше, понимаете, в чем здесь лопатство? Вот, по-моему, самое главное, он сказал, ну, тут очень правильно, я говорю, у каждого из членов жюри под многими действиями подписался. Ну, очень важно, я сказал, Дима, говорит о психотерапевтической задаче в утопии. Потому что на самом деле все утопии, которые были тогда-либо созданы, они все абсолютно не жизнеспособны. Ну, за исключением вот этих вот двух-трех эссенсимонских поселений, которые вроде влачат свое жалкое существование по сей день. И не вынырли, ну, в новых гармониях, я считаю, но, простите, пожалуйста, это не показатель. Это показатель того, как можно отстать одно из-за первого лица. И не более этого. Красная утопия, да, у нас нарухнула, давайте посмотрите в Северную Корею, а я посмотрю на улицу. Хочется вам туда вперед, ребята. Давайте восстанавливать красную утопию и наращивать на нее, как там было сказано, на эти кости, ну, вот. То есть сам по себе тезис неверен. Утопии как таковые, они нужны. Но именно вот для того, чтобы удорожать мозги, а не для того, чтобы предсказывать социальные модели. Конечно. Простите, пожалуйста, когда не случайно, вот, действительно, я показал книгой Влада Манусандромеда Ефремова, который, во-первых, оторвал все и вообще от реальности, от дилифта временем. И, ну, конечно, я знаю, как такое, что получилось, оно просто получилось. Вопрос как не рассматривается. Ну, как все эры разделенного мира, все... Ну, слушай, да, это полтора страницы между делом, в общем-то. Эра вопрощения вещей, это все, это понятно, но это на самом деле не объяснение, это опять-таки примерно как у левушки-гумилевушки. А этот самый пассионарность, это когда все пассионарные. Так что, ну, я очень хорошо помню, в отличие от большинства детских случаев, когда «Туманность» вышла, у меня было 10 лет, и я помню, как отнюдь не любители фантастики опросов для событий в фрамвай, и кто-то кого-то спрашивает, а вы читали, и все понимают, про что речь идет. Это была действительно взрывная вещь. Почему? Да не потому, какое общество написано, когда вдумаешься, неохота в таком обществе жить нахрен. Другое. Что по сравнению с тем, в чем мы живем, возможно, нечто иное и прекрасное, вроде бы. И вот этот вот душевный порыв, он завораживал, он притягивал. Вот это сила утопии, действительно. И поэтому мне статья показалась, во-первых, я, конечно, понимаю, что мы должны это сулить в основном литературном качестве, но здесь, по-моему, неверная цель установки у самой статьи. И во-вторых, простите, ничего маломайски нового я здесь не нашел, к сожалению. Ну, а я, ну, что-то очень непрекрасно. Но, да, он показывает некоторую эрудицию автора и очень банальная мысль, которую я слышал, вот кругом от себя. Ой, а где теперь современная утопия? Утопии не пишется по заказу. Утопии, когда рождаются временем. Понятно, почему, когда родилась дума на Сан-Бромеде. Сейчас время для рождения утопии во всем мире неподходящее. Не родится она сейчас. Бейтесь лбами, сколько хотите, ребята. Не будет утопии. Вот так раново листико? Вот, я как раз про это и хотел сказать. Да, или это потому она... Не хватит за так-то рассказать, это самый образ будущего невозможный сейчас. Абсолютно. Карнавальность возможна. Мне странно, кстати, почему... Ну, а карнавальность здесь не упомянули с ССМ. Которую как-то... Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Пропусти у автора. Да. Ну, и вот поэтому, извините, я просто улучшение было. Окей. И в результате статья номер восемь. Красная утопия. Проблема начала следующего витка. Набрала сорок четыре балла. А автором ее является Станислав Бескараваев, город Днепропетровска. Хорошо. И если бы Роман Робетман и Андрей Дмитриевич поставили больше, то, глядишь... Было бы еще. Да. То, глядишь, тоже не только... Ну, не мог я наступить на горло собственной песне. Ну, не могу. Я ленивый. Хорошо. Станислав отправится диплом за статью, вошедшую в короткий список и отмеченную в жюри за неожиданный подход к банальной теме. Это хорошо. Знаете, иногда очень сложно в репосте жюри выставить... Да, понимаю. Позитивные формулировки. Юлия, великолепная формулировка. Благодарю. И мы переходим к следующей статье, которая набрала на два балла больше. Предыдущей. Это статья номер 11. «Искушение мы. Коллективный разум в научной фантастике». Я честно скажу, что я поставил... Вообще, я не потребуюсь эти две статьи, на самом деле. Но мне, в отличие от Андрея Дмитриевича, во-первых, показалось, что именно в этой статье о «Коллективном разуме» предсказуемое заключение, это раз. А во-вторых, меня немножко... Я вообще против того, чтобы оценивать статью или по рецензии, что человек не согласен, я не согласен. Я тоже. Но вот я слышу просто от своих коллег. Я совершенно вот без этого. Да, без этого подхода. Нет, вы не настолько доказательны, автор. А какую идею надо ставить, Иванов? Да, все же, и, к сожалению, автор уже спел со второй, со третьей фразы. Меня в некоторое недоумение вводит фразой, цитирую, «Коллективный разум, понимаемый в общем смысле как самостоятельный агент действия, который составлен из индивидов, как индивид составлен из клеток, еще неизвестен в науке». Ну, пчелиный рой, муравейник, анатол. Это, конечно, так себе разум, но он таки науки известен. Нет, это коллективный образ, но это не разум, это коллективный организм. Коллективный организм, коллективный разум, агент действия. Агент действия, да. Вот, полни себе агент действия, пожалуйста. И после вот такой вот фразы, может быть, она просто не то что ошибочна, она не точна. А мне, я перестаю доверять Африке. Вот. Ну, повторяю, в довольно предсказуемом заключении, они радуют помпезность подачи, вот эта вот тяжеловесная стереторическая форма. Любопытная статья, но, на мой взгляд, без особых прорывов, прокрасно-топельная потребность больше. Здесь оценка всего 7 баллов. Извините. А вы? Каждый. Значит, я, конечно, тоже отметил перекличку между этими двумя статьями, но мне как раз, так сказать, предпочтение дают вот этой статье, да, по одной такой простой причине, что там, как бы, ну, грустно говоря, если я сначала, так сказать, конец, вывод, да, и вывод, в общем-то, ну, он, он, с одной стороны, вроде бы, достаточно очевиден, с другой стороны, в общем, он вполне рабочий, да, в отличие от, так сказать, предыдущей статьи. Значит, здесь, как бы, мне что еще не понравилось, мне мало что в этой статье не понравилось, скажем, правда, хотя там, так сказать, мелкие какие-то штучки, обозначил, мне понравился, так сказать, очень качественный подбор произведений, да, да, вот, очень хорошо, ну, и, конечно, же, да, сказать, поскольку я, в общем, я уже по ней понял, да, сказать, уже давно, что я и по своему психотичному, и по, так сказать, всему, вот, пониманию мира и вселенной, значит, абсолютно классическое, но для меня, значит, поэтому мне всегда, грубо говоря, приятно, что Владимир Пашовский, это же изменить субъективность никуда не денег, поэтому когда, грубо говоря, автор делает статью и на выход, и мы получаем что-то подобное, Мартину Губеру или подобное, это Ярубе Шарденну, здесь упоминавшего дня, это бальзам на душу, и я сегодня я, в отличие от вас, профессиональным критиком не являюсь, поэтому я себе позволяю, вообще субъективность это мое, так сказать, как полушария… Велинский был критиком, субъективен был как последняя сволочь, и ничего, не скользящаясь. Полушария, отвечающие за какую-то ложику систематизации и иерархии, меня атрофировали в правильный действие, одиннадцать и все равно не победила, потому что Роман Робетман поставил только восемь баллов этой статье и написал «Интересная попытка классифицировать феномен коллективного разума или сверхразума в научной фантастики. Недостаток статьи автора двигается не от эмпирики к обобщениям, а от готовой концепции в литературной конкретике. От того и примеров сравнительно немного, автор по сути уже сделал выводы, а сами произведения нужны ему лишь в качестве иллюстрации. Между тем я, как читатель, был бы рад, если в рецидент, например, ну, автор статьи, например, порассуждал о том, как согласуется упомянутый в тексте старинный русский идеал соборности с произведениями типа «Мира, которого не может быть» Клиффорда Саймака или «Непобедимого» Станислава Лема. Увы, в этом направлении автор не продвинулся, а жал. 10 баллов поставил Андрей Щербан в жубах этой статье. И он тоже провел параллель между этой статьей и предыдущей о красной утопии. Тоже скорее социология написала, но интересно и полезно. То есть интересный материал для размышления. Пример, когда к фантастике подходит не как к литературе, а как к чему-то реальному. Придуманные социумы описываются по законам реально существующих. Такая крипто-социология, да, такая крипто-социология получается. И радует биографический указатель. Да. Видимо, вот биографический указатель еще добавил и, повторяя, в рецензии получил от Андрея Хабаха-Жукова 10 баллов. Андрей Григорьевич, Ваше слово. Ну, мне тоже статья понравилась. Да, недостатки есть. Да, я согласен, что, ну, во-первых, здесь все-таки не дается четкой дефиниции разума. Именно из-за чего Васильев предлагает рассматривать ее там в качестве коралловой аддуры. Разум. А тут ведь нет, вот спорный. Нет, почему же, вот это разумный, безусловно. Он определенно глядел. Нет, вот рой, я не знаю, не знаю. Это каталоговый вопрос, я не знаю. Нет, можно сказать так, что член роя неразумный. Вот это уже и долги знают. Можно считать роя разумным, спорой у этого. Вот я этим очень интересовался. Ну, точно. Да. Совершенно верно. Но, опять-таки, ведь в литературе все эти роевые утопии, причем неважно это какой-то улейфелтрома или непобедимый леманский воинсам и на экоэволюции, но в любом случае это ведь чисто условно леманс. Это вовсе не попытка какого-то реально разобраться в вопросах коллективного разума. Это литературная модель. Литературные модели здесь и рассматриваются. Именно там литературные модели. Мне статья понравилась, она всегда интересная, это интересная подборка, ну, может быть, недостаточно полная, я бы чуть-чуть расширил, еще она не знаю, я не считал по знакам, ну, здесь бы больше было нельзя, просто не знаю. Так, немножко добавил. Ну, в принципе, я, с удовольствием, поставил 10 баллов. Ну, вот если бы по 1 баллу прибавили Василий Владимирович и Романа Бритман, эта бы статья вышла на первое место, а так она на 1 балл осталась первое место. Да, и автором этой статьи является Валерий Ширков, которого мы видим здесь, и которого мы выступаем за статью «Ваши шутки коротких список», отмеченную в жюри за интересную попытку классифицировать феномен коллективного разума в научных планах. Ну, извините. Спасибо большое. Быть вторым всегда лучше всегда, потому что еще возможно, если снова стать первым. Валерий, неоднократно был первым. Ты вот, я и говорю, снова узнать. Да, так что снова. В общем, в этом и прелесть конкурса, потому что ты никогда не знаешь, что выстрелить в этот раз. И на 1 балл всего больше получилась статья, которая, соответственно, заняла первое место. Это статья номер 5 «Цветы для Лемоди». Ну, я в общем, красавчик, здесь особо ругать нечего, а собственно, что говорить про эту статью. Это, на самом деле, довольно редкий пример у нас фантастики летней биографического очерка. Биографический очерк сделан отлично, кропотливо, взято творчество автора замечательного англоязычного, не очень интересного в России, глубокое погружение, вот, с привлечением естественно-ноязычного материала биографического. При этом статья композиционно сбалансирована, что тоже, в общем-то, редко случается с такого рода произведениями, с произведениями поданными нам на фокус, в том числе, к сожалению, с композиционной сбалансированностью во многих гипнотекста, вот, а будут, собственно, немедленно включать, очень хорошо в каком-то журнале, типа, новым моментом. Ну, я с вами не согласится, значит, ну, с одной маленькой оговоркой. Двенадцать баллов. Это не первый раз у нас, значит, так сказать, в основу именно критической статьи, в том числе, что ты биография. Вот, а я вспоминаю года два назад, а может, в прошлом году, была действительно безупречная статья во всех отношениях к лошадь-данцам, пока она... Да, помню. Вот, по сравнению, есть, значит, есть, а здесь в этой статье мне ничего не хватило. А, значит, мне не хватило, не было обязаться, вот, то, как вообще нам, так сказать, понимают, вот, феномен, так сказать, Роберса, вот, в, так сказать, вот, в сфере, вот, гританской литературы, так сказать, там, фантастической, метафастической, мировой, что это, да, так сказать, вот, как этот феномен можно сертифицировать, потому что он остался вообще без какой-либо, так сказать, сравнительной характеристией, он сам по себе. Вот, но это, понимаете, что это значит, на самом деле, первое, это значит, что это великолепно уже, в таком слове, было бы, к Роберсу, в форме, к Роберсу, да, значит, все, а вот, так сказать, звучание этого, так сказать, дополнительной архестровки немножко не хватило, поэтому я поставил 9 баллов, но, в принципе, в отличие от некоторых прошлых анкредитов, доставить получение этой статьи первого месяца, у меня никакого торжества не призывало. Хотя бывало иногда и иначе. Нормально. Хорошо. Хорошо, спасибо. 9 баллов. 10 баллов этой статьи поставил Роман Орбитман. Добротная, чуть подпорченная, литературоченная монографическая статья. Все на месте. Биография, обзор творчества, основные тенденции. Поскольку переводов Кита Роберса на русский язык сравнительно немного, следовало бы хоть упомянуть все то, что, помимо Павана и Кануна Рождества, доступно нашему читателю. Иногда в тексте статьи встречаются неуклюжие выражения, похожие на подстрочные. Цитирует Роман. «Давал книге внутреннее содержание, не накроет отчетливое понимание». Книжные содержания тоже не делаются. Нет, давать книги внутреннее содержание. Но главной целью познакомить нас с творчеством малоизвестного, но заслуживающего внимания английского фантаста, автор бесспорно достигает. И те же 10 баллов поставил эта статья Андреевича Бабжука. Пояснив отличный биографический очерк. Автор в России малоизвестен, информация о нем интересная и отлично подана. Хорошая, сложная и очень красивая композиция с эпиграфом из Брюсова. Тут действительно возразить немало, что против этой композиции великолепной, построенной именно на стихотворении Брюсова, не возразил Шаблея Ильича Павловича. Ну, конечно, если бы я искренне только из того, что я предпочитаю отряд из моего любимого Брюсова, и что при этом вот так же по стихотворным строчкам структура задана, то я бы поставил, может быть, и 13 баллов. Но, к сожалению, я помимо этого еще и все это прощу, и, к сожалению, я думаю, что в этом году так получилось, это для меня не совсем типично, я в этом году сглой. Меня эта статья не устроила, где-то вот, скажите, можно сразу печатать, согласен, и пушай себе новый мир печатать, я не против. Может быть, прочтут некоторые, большинству, а хрен его знает, кто такой Турагарцов, вот случайно было два перевода в тиражи, не очень большие, не все его знают. Вот если бы действительно делать, там, не знаю, большой том, он, не пусть какой-то, Робертсов, и к нему эта статья только не в таком объеме, а в двое больше, вот с этим самым андеграулом и так далее, цены клиника, то есть здесь есть вся основа отличностей. Мы поговорим с шикарностью сегодня, с коррекцией. Да. Вот если сделать такой том и эту статью разрастить как раз поэм, вот тогда я бы ей, да, я же, первое место с тремя роками голосовал. А так, извините, на кого она рассчитана, кстати? Нарассчитана на... Вот с рядом с ним. Правильно. Она рассчитана на единичного читателя, который это знает, знает по оригиналам и так далее. Вот, вот, вот. А в принципе, все-таки литературоведческая статья, она должна быть... Интересно. А эта штука, она... Ей не хватает одной вещи. Вот если бы она сумела написать так, он, она, она, не знаю, чтобы я, не зная этого, загорелся желанием разыскать, разговаривать и прочесть, а вот этого эмоционального посыла, который в этом, именно в этом случае необходим, его здесь нет. Знание материала будет, кстати, до спорта. Я об этом и пишу, что и структура, и знание материала и так далее. Но, на мой взгляд, для того, чтобы сделать все, что нужно, и вот для такого конкурса, это должна быть 1,5-2 листа. Вот тогда это будет замечательно. Он не сограничивает... Нет, я понимаю. То есть автору есть куда расти? Есть, совершенно верно. И я здесь, невзирая на такую оценку, я раньше получил премию, причем исходящего, может быть, действительно, там, не знаю, Жакаренцева, он не Жакаренцева, но говорить о том, что вот такое издание, и что для него эту статью, на основе этой статьи он сделал большой вариант, вот за это я буду голосовать четырьмя руками. Окей. Замечательно. Я могу вам слушать? Да, Сергей, конечно. Я почему не промолчил, потому что, если для меня, вот, предыдущая статья, я считал ее больше этой, более достойной первого места, что, как ни странно, но удивительно, мне не понравилась именно художественная форма. Она немножко перетягивает не себя. Вот это все хорошо. Мне приходилось возвращаться. А что, а почему вот это выделено? Разбивка на голову, ты имеешь в виду? Нет, не разбивка, а вот именно структура, вот, из этого стихотворения. А почему это прошло именно так? Я в коем-каке читал, как последовательный очерк творческого пути. А он иначе построен. Это сбил. Ну, несоответствует ожиданию. Да, это индивидуальная ответственность. И второй вопрос тоже, несоответствует ожиданию, потому что, вот, да, вот, очень хорошо высказали. Этого автора мне не знаком, и я по этой статье не понял, почему, что у него такого. Отвечаю, вот такой автор. Я верю, я верю, что Масан отвечает. Я не буду говорить, вот, чем проблема. Ну, тебе верю, а ему нет. Читали же. Ну, по-моему, читаю от всех. По-моему, чем-то так. Ну, когда мне доказывают, что автор одного романа, который я прочел, и так далее, нет у меня такого вот доверия к этому. Ну, я думаю, что автор этой статье учтет замечание именно об эмоциональном посыле, наверное, которого не хватало, да, в этой биографической статье, и который помог бы читать и заинтересоваться незнакомым авторам. Но, тем не менее, я так понимаю, все равно, что на жюри, несмотря на замечание, сходится в том, что эта статья великолепна, она заслуживает первое место и награждается дипломом и призом фан-критика за первое место в номинации «Литературно-критическая статья». Неоднократная участница нашего конкурса, критик из города Уфы Александр Кудапригора. Да, да, да. Если мы открываем вот эту книжку фан-критика, сборник статьи фан-критика, ну, последней, если публикованной здесь статье, той самой о танцах и блонде, мы видим, что автор от косплея нашего дорогого Валерия, просто по полной формы, разбирка на главу, игр, было, что даже стиль. Так, и целая, и целая. Василий был уверен, да, что Валерия автора, я не зачаровывала, я сохранилась диплома, да, и кто захочет ознакомиться в сборнике, эта статья есть как раз за 14-й год, последняя статья в этом сборнике, который вышел в десятилетие фан-критика. Несколько экземпляров мы нашли у себя случайным образом, и поэтому все желающие могут эту книжку посмотреть, полистать, и все желающие в наши отношения в конкретику. Кто-то может получить, да. Кто-то может получить, да. Мы, наверное, сделаем небольшие... Может, мы можем только еще одну фразу? Да. Я хочу частично поддержать, но так с коррективами. Сережа Удальевна, вы знаете, вот я понимаю, что это одним днем входит в традиции фан-критика, и не призывает вот к этому, а говорю вот так о своем личном ощущении. Вот если можно было, как иногда бывает, дать первое, второе место в одной статье, со статьями надо, чтобы они разделили. Мы, на самом деле, хотим учесть это желание, потому что в этом году на круглом столе, посвященном парк-критику, в рамках книжного салона, уже высказывалось предложение о том, что маловато одного первого места за статьи. Это да, но мы не могли поменять на ходу, потому что правила уже были объявлены. Не спорю, это я вообще в принципе говорю. Но в следующем году дирекция книжной яркой, которая курирует этот подкурс, обещала подумать над этим вопросом. Дай Бог, дай Бог. Так что, возможно, у нас что-то изменится. А по-моему, мы делаем небольшой перерыв на 10, и вернемся затем к обсуждению статьи. Спасибо. Спасибо. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками. Книжная ярмарка ДК Крупской. Продолжение следует...